Девушки отдыхают Я не могу его подвезти, за то, что он выиграл. Он, если я проиграл, не простил бы меня. То есть ты сегодня боролся из-за него и из-за себя? Конечно. Многие вообще удивляются, вы боролись вчера вместе в полуфинале, а после этого в одном номере буквально вместе там. Спорт – это большая семья. На ковре соперниками, но за ковром. Так что всем желаю, чтобы так везли себя. То же самое и о Цаболовой, можно сказать, потому что вы на сборке связали? Конечно, Цаболова – это наш брат, тоже спортивный брат. Мы всегда с ним кували, ездили, в Якутии ездили. Просто ему тоже надо дожить. Он очень опытный. Чуть-чуть не поверил. Пожалуйста, о своих перспективах – 74 кг. Я – 74 кг. Пожалуйста, подойдите к краю ковра и попрошу. Почему ты решил перебраться в этот вес? Расскажи. Я его толкнул. Он меня толкнул. Хотел, чтобы он выиграл, 74 кг. И 79 кг. Магомеду. Он так не получил. Сейчас чудо. Без него дворная закрыта места. И решил его по теме, чтобы очистить дорогу. Он свою работу выполнил. Я тоже свою выполнил. Теперь тебе предстоит за Урбек Сидаков? Конечно. Сидакову надо выиграть, чтобы на мир попасть. Если я его не выиграю, мне было ничего на мир. И хотел бы еще одно. Всегда Магомед Гусейнович мне говорил – у тебя получится. Коаннити, тренируйся. Ахмед Гаджи Магомед. Ну, и вот эту победу я посвящаю Магомед Гусейновичу. Вам все не устало сегодня вчера? Не устало. Да, я не устал сегодня. Я не устал сегодня. Если я не устал, то точно не устал. И еще хотел бы еще одного человека посвятить. Магомед Гусейнович. У нас спокойно сейчас недавно умер. Глава Пештинского участка. Дебилом Али. Всех благ. И цахи Гусейнович не было? Эй, не перегружайте. Дай давай. И Хайбулай Гусейнович.